Если раньше сочинцы акцент делали лишь на наведение санитарного порядка своих придомовых территорий, то сейчас тема номер один – это благоустройство, причем целых микрорайонов. Тосовцы активизировались, не отстают и домкомы, общественники находят спонсоров и преображают вид из окна. К примеру, в Адлере у дома на Садовой 75 удалось укомплектовать детскую площадку, не отстают и сами жильцы. Здесь по доброй воле в совместной уборке двора участвуют все по очереди. Сделали ограждение детской площадки, под окнами сделали ограждение. Мы стараемся высаживать зелень, хотим сделать спортивную площадку и для детей, и для наших жильцов. У нас бабушки спортивные, они у нас ходят очень далеко на спортивную площадку, хотим, чтобы у нас было. Мы сами красим, малые формы сами красим, не платим управляющей компанией. Мы сами делаем подрезку кустов. Вот сейчас вот заказали кронирование больных деревьев. На востройках также радеют за чистоту. Жильцы 66-го дома по улице Демократической отмечают порядок в доме не потому, что там часто убирают технички, а потому, что никто не ссорит. Все приучены, все знают, что у нас дом красивый, чистый. Мы даже объявление отвешили. У нас были жильцы, окурок кинули, повесили объявление, что в нашем красивом доме окурок из окон не выкидывать. И чайные пакетики тоже. И все нормально, все чисто, хорошо. Многое зависит и от ментальности. Но все же есть на придомовых территориях дела, за которые отвечают не только жильцы. Управляющие компании, как оказалось, способны на многое. Как пример, центральный район. Здесь специалисты компании «Домсервис», помимо всего прочего, озеленяют дворы и клумбы. Все работы производятся вместе с собственниками. Они также утверждают наши идеи. Мы им предлагаем или выполняем их какие-то задумки. На Новый год у нас оформляется клумба с оленями, с санями, с подарками. На 9 мая у нас тоже размещаются композиции, посвященные 9 мая. Все сделано руками наших сотрудников. До Дня города победители определяют в районах. В Центральном грамоты и слова благодарности общественники уже получили. В числе лучших и самый молодой ТОС Донской этому территориальному совету всего два года. У нас больше всех номинаций, 30 номинаций. Я думаю, что они все получат какую-то награду, благодаря депутатам, благодаря администрации. Я хочу поблагодарить всех, потому что нам все очень помогали. Два года – это очень маленький срок для того, чтобы конкурировать с такими другими ТОСами, которые имеют по 20 лет стаж, по 25 лет стаж. Нам очень хотелось именно благоустроить наш микрорайон. И у нас это получилось. Основная задача – привлечь людей, показать, как хорошо и как у нас плохо. Будут, конечно, номинации, связанные и нерадивая управляющая компания. И скажу честно, работой мы удовлетворены, но, как всегда, есть к чему стремиться. И в этом году, первый год, когда город Сочи, центральный район, участвует именно в программе благоустройства под эгидой «Единой России», появятся новые общественные территории, появятся территории придомовые, которые уже в этом году мы должны первую ласточку сделать. Победители районного этапа городского конкурса «Чистый дом – красивый город» примут участие в общегородском. Его итоги подведут в рамках празднования Дня города 23 ноября. Награду победителям по традиции вручит мэр курорта. Хоть это и конкурс, конкуренции в районах не боятся. В любом случае, все работают на один результат – чистый и благоустроенный Сочи.